Первая мировая война – один из самых широкомасштабных вооруженных конфликтов в истории человечества. Это ретроспективное название утвердилось в историографии только после начала Второй мировой войны в 1939 году. В межвоенный период употреблялось название «Великая война», в Российской империи ее также называли «Великой войной», «Большой войной», «Второй отечественной», «Великой отечественной», а также неформально «Германской», затем в СССР империалистической войной. Формальным поводом к войне послужило Сараевское убийство 28 июня 1914 года австрийского эрцгерцога Франца Фердинада, выступавшего за создание внутри Австро-Венгрии в том числе и славянских национальных автономий, 19-летним сербским террористом, студентом из Боснии Гавриилой Принципом, который являлся одним из членов террористической организации «Млада Босна», Боровшиеся за объединение всех южнославянских народов в одно государство, в результате войны прекратили свое существование четыре империи, российская, австро-венгерская, османская и германская. Страны-участницы потеряли убитыми более 10 миллионов солдат и около 12 миллионов мирных жителей, около 55 миллионов человек были ранены. Участники Четверной союз Германия Австро-Венгрия Османской империи Болгария Антанта Россия Франция Великобритания Союзники Антанты США Япония Сербия Италия Черногория Бельгия Египет Португалия Румыния Греция Бразилия Китай Куба Никарагуа Сиам Гаити Либерия Панама Гватемала Гондурас Коста-Рика Боливия Доминиканская республика Перу Уругвай Эквадор Предыстория конфликта Задолго до войны В Европе Нарастали противоречия Между великими Державами Германией Австро-Венгрией Италией Францией Великобританией Россией Германская империя Образованная В ходе Франко-Прусской войны 1870-1871 годов Первоначально Не стремилась К политическому И экономическому Господству На европейском Континенте Как заявил Ее создатель Бисмарк Хорошо понимавший Уязвимость Географического Положения Государства Окруженного Сильными В экономическом И военном Отношении Соседями Но окрепшая В экономическом И военном Смысле Страна К середине 1880-х годов Стала бороться За гегемонию В Европе Германия Слишком поздно Приступила К колониальной Экспансии И потому Практически Осталась Без колоний Отчего Германский Капитал Был лишен Рынков сбыта К тому же Германия Испытывала Острый Недостаток Жизненного Пространства Для своего Быстрорастущего Населения И дефицит Продовольствия Чтобы решить Эти проблемы Нужен был Новый Передел Мира В пользу Германии И германского Капитала То есть Германия Должна была Завоевать Гегемонию На европейском Континенте Разгромив Блок Великих Держав Уже Поделивших Весь мир Россию Францию И Англию К концу 19 века Агрессивные Планы Германии Стали все Больше Проясняться Для ее Соседей В ответ Россия И Франция В 1891 Году Заключили Военный Союз К которому В 1907 Году Примкнула Англия Эти страны Образовали Союз Под именем Сердечное Согласие Антанта Австро-Венгрия Будучи Многонациональной Империей Из-за Внутренних Межнациональных Противоречий Была Постоянным Очагом Нестабильности В Европе Она Стремилась Удержать Полученное Ею По решению Берлинского Конгресса Иониксированной В 1908 Году Боснию И Герцеговину При этом Она Противодействовала России Взявши на себя Роль Защитника Всех Славян На Балканах К тому же Сербия Союзник России Претендовала На роль Объединительного Центра Южных Славян На Ближнем Востоке Сталкивались Интересы Практически Всех Держав Стремившихся Успеть К разделу Разваливающейся Османской Империи При этом Союзники России Всячески Противодействовали Ее Стремлению Получить Контроль Над проливами Между Черным Игейским Морями Что Обеспечило Бы Ее Постоянное Присутствие В Средиземном Море Противостояние Стран Антанты С одной Стороны Германии С Австро Венгрии С другой Привело К Первой Германия играла ведущую роль К 1914 Году Окончательно Оформились Два блока Блок Антанта Российской Империи Великобритания Франция Блок Тройственный Союз Германия Австро Венгрия Италия Италия Однако Вступила в войну В 1915 Году На стороне Антанты Зато Германия Австро Венгрия В ходе войны Присоединились Турция И Болгария Образовав Четверной Союз К упоминаемым В разных Источниках Причинам войны Относятся Экономический Империализм Торговые Барьеры Милитаризм И автократия Баланс Сил Происходившие Накануне Локальные Конфликты Приказы О всеобщей Мобилизации В России В Германии Территориальные Притязания И союзные Обязательства Европейских Держав Томас Вудро Вильсон В. И. Ленин Писал осенью 1914 Года В статье Война и Российская Социал-демократия Которая Фактически Явилась Манифестом РСДРП По отношению К войне В самом Ее Начале В. И. Ленин Ответственность За начало Войны Историки Возлагают В порядке Убывание На Германию Австро-Венгрию Россию Сербию Францию Британию Некоторые Ученые При этом Делают Акцент На роли Геополитических Амбиций Отдельных Государств В частности Германии Россией Состояние Вооруженных Сил К началу Войны Накануне Первой Мировой Войны Франция Обладала Самой Большой Армией В Европе 882 907 Человек Этому Способствовал Закон От 7 Августа 1913 Года Увеличивший Срок Службы С 2 До 3 Лет И снизивший Призывной Возраст С 21 Года До 20 Лет Почти Такой же По численности Была Армия Германии 808 280 Человек С конца 1890 Годов В германских Военных Кругах Имело Место Противостояние Флотофилов И сторонников Наращивания Сухопутной Армии Осуществлялась Амбициозная Программа Создания Военного Флота Равного Помощи Английскому И чтобы Обеспечить Финансовую Стабильность Правительство Вынуждено Было Сдерживать Рост Сухопутной Армии Это В свою Очередь Вызывало В дискуссиях Вокруг Военного Бюджета 1912 И 1913 Годов Торонники Увеличения Военного Бюджета Развернули Мощную Пропагандистскую Компанию И в конце Концов Бюджет 1913 Года Уже В значительной Мере Соответствовал Требованиям Сторонников Наращивания Сухопутных Вооружений Флот Для флота Россия Немецкие Верфи Строили Но не успели Достроить До начала Войны Шесть эсминцев По проекту Впоследствии Прославившегося На века Построенного На Путиловском Заводе Вооруженного Оружием Произведенным На Буховском Заводе Авиация Авиапарк Германии Был многочисленным Но устаревшим Основным Самолетом Германских ВВС Был самый массовый Но в то же время Безнадежно устаревший В Европе Самолет Моноплан Типа Таубе При мобилизации Также было реквизировано Значительное количество Гражданских И почтовых Самолетов Более того Авиация Была определена В отдельный Рот войск Лишь в 1916 году До этого Она числилась В транспортных войсках В военных целях Применялись Поначалу Полужаские А затем Мягкие Дирижабли Парсиваль В 1913 году Был принят На вооружение Жесткий Дирижабль Шутиланс Всего К началу войны Было построено 25 цепелинов Из них 17 Вошли в состав ВВС ВМФ Но авиация Уделялась Малое значение Во всех армиях Кроме французской Где авиация Должна была Выполнять Регулярные Авианалеты На территорию Эльзаса Тарингии Рейнланды И Баварского Пфальца Общие финансовые Затраты На военную Авиацию В 1913 году Составили В Германии 322 Тысячами Марок Во Франции 6 миллионов Франков В России Расходы На военную Авиацию Составили Около 1 миллиона Рублей Страна Добилась Значительных В начале войны Первый в мире Четырехмоторный Самолет Илья Муромец Которому Суждено Было Стать Первым Стратегическим Бомбардировщиком Артиллерия Несмотря на Русско-Французский Союз Круп И другие Германские Фирмы Исправно Посылали Свои новейшие Вооружения На испытания В Россию С 1865 Года Гауи Обуховский Завод Успешно Сотрудничали С фирмой Круп Которая Поддерживала Связь с Россией И Францией До самого Начала Войны Но при Николае Втором Предпочтение Стали отдавать Французским Орудиям Таким образом Россия Учтя опыт Двух ведущих Артиллерийских Производителей Вступила в войну С неплохой Артиллерией Малых и средних Калибров Имея при этом Один ствол На 786 Солдат Против одного Ствола На 476 Солдат В германской Армии Но по тяжелой Артиллерии Русская армия Существенно Отставала От германской Армии Имея Один ствол На 22241 Солдат И офицеров Против одного Ствола На 2798 Солдат В германской Армии И это не считая Минометов Которые уже Были на вооружении Германской Армии Которых Вообщение Было В 1914 Году В русской Армии Стрелковое Оружие Анализ Опыта Англобурской Русско-японской И балканских Воин Показал Что от 70 До 85% Потерь в бою Это потери отружейного огня Противника И поэтому Во всех армиях Винтовка Считалась Главным средством Поражения Врага На вооружении Армии Состояли Магазины И винтовки С магазином На 5 патронов Калибра 6,5-8 мм И прицельной Дальностью Стрельбы В от 2000 До 2600 метров В пехотных полках Существовали Пулеметные команды Вооруженные От 6 до 8 Станковыми Пулеметами Из расчета Имея 2 пулемета На 1 батальон Так Русский пехотный полк 4-х батальонного состава Имел в своем штате Пулеметную команду На 8 станковых Пулеметов Максима В германской И во французской Армиях Имелось по 6 пулеметов На полк 3-х батальонного состава Также Для ведения Ближнего боя На вооружении Имелись Револьверы И самозарядные Пистолеты Причем Револьверов В армиях Было больше Чем самозарядных Пистолетов Так как Последние Появились Только после Изобретения Бездымного пороха Имели Однорядный Магазин Малой емкости Их надежность В бою Вызывала Сомнения А перевооружение Стоило дорого События Перед началом Первой мировой войны 28 июня 1914 года Гаврио Принцип 19-летний Боснийский Серб Студент Член Националистической Сербской Террористической Организации Млада Босна Убивает В Сараево Наследника Австрийского Престола Ирцгерцога Франца Фердинанда Приехавшего Для ознакомления Со вновь Приобретенными Территориями И его жену Софию Хотик Это Сараевское Убийство Австрийские И германские Правящие Круги Решили использовать Как предлог Для развязывания Европейской Войны 5 июля Германия Обещает Поддержку Австро-Венгрии В случае Конфликта С Сербией 23 июля Австро-Венгрия Заявив Что Сербия Стояла За убийством Франца Фердинанда Объявляет Ее ультиматум Которым требует От Сербии Выполнить Условия В числе Которых Произвести Чистки Газаппарат И армии От офицеров И чиновников Замеченных В антиавстрийской Пропаганде Арестовать Подозреваемых В содействии Терроризму Разрешить Полиции Австро-Венгрии Проводить На сербской Территории Следствие И наказание Виновных В антиавстрийских Действиях На ответ На все требования Австро-Венгрии Кроме допуска На свою территорию Австрийской полиции 26 июля Австро-Венгрия Объявляет Мобилизацию И начинает Сосредотачивать Войска На границе С Сербией И Россией 28 июля Австро-Венгрия Заявив Что требования Ультиматума Не выполнены Объявляет Сербии войну Австро-Венгерская Тяжелая артиллерия Начинает Обстрел Белграда А регулярные Войска Австро-Венгрии Пересекают Сербскую Границу Россия Заявляет Что не допустит Окупации Сербии Во французской Армии Превращается Отпуска 29 июля Николай Второй Отправил Вильгельму Второму Телеграмму С предложением Передать Австро-Сербский Вопрос На Гаагскую Конференцию Вильгельм Второй Не ответил На эту Телеграмму 29 июля В германской Армии Были прекращены Отпуска 30 июля Началась Частичная Мобилизация Во Франции 31 июля В Российской Империи Объявлена Всеобщая Мобилизация В армию В тот же день В Германии Было объявлено Положение Угрожающей Войной Германия Предъявляет Россию Ультиматум Прекратить Призыв В армию Или Германия Объявит Войну России Франция Австро-Венгрия И Германия Объявляют О всеобщей Мобилизации Германия Стягивает Войска К бельгийской И французской Границам При этом Утром 1 августа Министр Иностранных Дел Англии Эдуард Грей Обещал Немецкому Послу В Лондоне Что в случае Войны Между Германией Россией И Англией Останется Нейтральной При условии Если Франция Не будет Атакована Тремя Днями Ранее Когда Кайзер 28 июля Обещал Англии Не захватывать Французские Территории В случае Ее Нейтралитета Грей 30 июля Отверг Это позорное Предложение В палате Общины